Продолжаем тему работы безоружного человека с вооруженным. Сейчас, просто для наглядности, начнем работать безоружным против безоружного. Сделаем кирилл, дешевый, читан, с ним. Сделаем кирилл, дешевый, 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 дешевый. Еще раз. Принципы движения, что сдешь, что вы сдешь, одинаковые. Партнер выбрасывает вперед некую бьющую конечность, с которой начинаете работать. В данном случае у него это враг. Ни в коем случае не ловим руку таким образом. Потому что, во-первых, она сбивает вам кисти. Во-вторых, у него есть голодная рука, которая на вас кидает. Об этом помним всегда. Это раз. Второй неразвит. Руку отходим легким движением в сторону. При этом сами чуть-чуть смещаемся. Обращайте внимание. Я не остаюсь сейчас вновения атаки, потому что партнер иначе продолжится меня атаковать. Делая небольшой в эту сторону, открываем его партнера. Следующее движение. Ни в коем случае не пытайтесь стынуться сразу к его боку. Потому что партнер незагруженной атакой будет вас атаковать сам. Партнера всегда нужно немножко выводить из равновесия вашими атаками. Первое движение, которое вы делаете, это на самом деле это лучшие движения в углу. Если партнер голода на таком же движении уходит назад, получается его длинная. Если партнер на бьющем движении голода смещается впервые, вы партнера цепляете за шею или за кимоно. Обращайте внимание. Или за кимоно, или за шею. Вариант за кимоно менее травмоопасен, менее болезнен. Но есть нюансы, когда вы работаете с тяжелым, очень убытым человеком, который в принципе падать не хочет. Он хочет доказать, что он за своим весом 110 кг, ему плевать на все. На наги, на айкидо, на все, на все. Он пришел, прислазал, чтобы здесь поддоминировать. Правильно. Брать его за кимоно здесь смысла, как правило, вы можете упираться в ногу, в ногу, в ногу, в настоящее. Берется за шею. Пальцы очень нежные, что у тебя погружаются в мягкие ткани. В месте, где начинается обычный ключок. То есть вот в этом месте у человека начинается как шею. Прямо перед ним вы пальцы погружаете. Человеку прямо становится хорошо, начинает течь как горячая свечечка, и партнер разбрасывает. Нюанс он очень нехороший. Но бывает, к сожалению, что нужный, должный уступок. Бывают люди, у которых очень пониженные болезненные пороги, они чувствуют боль на шее. Смотрите, с шеи рука сразу перетекает на щеку. Тоже очень приятный партнер. Бывает партнер нечистывает, боли даже с лицами. Перетекает рука сразу на глаз. И отсюда еще спокойно партнер спрашивает. Не пытайтесь партнеру доказать, что он сильный, тяжелый, но все равно вы уедете. Поэтому сегодня вызывало движение. А нас спокойно вы ураги. Все время чувствуют меня. Партнера, как вы работаете, все время берегите его на самом деле. Не надо изначально зацелиться на то, чтобы вы сейчас на этом не забывали в песке. Работайте адекватно и вы убедите. Скорость медленной работы, партнер спокойно в тюрьму, спокойно в области. Партнер жесткий, деревянный, не хочет лицом, пусть вам что-то доказать. Пожалуйста, начинаем руку в более приземленные элементы. Все такое самое, что зеркало. Не ловит результат в этом случае. Никогда. Ни при каком-то слове. Еще нюанс. Зеркало. Если зеркало, а сами остались на линии оттази, то партнер продолжает вас это коротко. В принципе, на нюшный партнер. Увели зеркало, сами сейчас сместились. Опять первое движение, которое вы делаете, вы бросаете на лучшего у партнера. По его движению вы начинаете определять дальнейшие силы работы. Вы грудились, взяли на кириатоши, пальцы нагрузили сейчас в шею. И очень спокойно партнеру раненю. Зеркало. Я сейчас не открываю, не освобождаю партнера. Это форма такой входа. Разбор освобождения оружия буду сбирать чуть-чуть дальше. Кирио-ноши.